Привет друзья! Сегодня Agile Friday, пятница, первый выпуск в апреле. В гостях у меня Анна Обухова, она специалист по эффективности команд, по выгоранию. В общем, мы сегодня будем общаться про все, что связано с производительностью Agile и не только, наверное, в принципе, команд. Аня, привет! Привет! Какой раз в Киеве? Примерно 150-й, поскольку я какое-то время работала в Люксофте, много сюда ездила, ну и вот, собственно, там второй или третий раз я уже приезжаю к вам в Украину, читаю тренинги на конференции, с удовольствием езжу к вам, спасибо, что пригласили. Собственно, сегодня мы с тобой такую, ну, мне кажется, очень важную тему затронем, собственно, про эффективность команд. Все пытаются ее как-то мерить, все в организациях. Буквально сегодня проводил тренинг в одной компании, у них самый большой этот вопрос. Нас со всех сторон пытаются мерить, но мы все разные, нам всем пытаются привязать какой-то один KPI, давайте всех подгоним там под одну планочку, сравним команды между собой, установим стандарты производительности взаимодействия, ну, в общем, люди пытаются как-то все это систематизировать. Мне кажется, это ведет к тому, что фактическая эффективность команд падает. Ну, кроме того, что эффективность команд падает, это, в принципе, в корне неправильно. Потому что, сейчас, прокашляюсь и начнем заново. Ну, вот мерить эффективность команд, да, мерить эффективность людей, это, в общем-то, в корне неправильно. Потому что команды бывают разные, у команд бывают разные задачи, и команды находятся на разном уровне развития. И если мы на команду, которая решает проблему, ну, например, качество кода, решает проблему, вообще, можем ли мы что-то сделать и выкатить что-то в продакшн, можем ли мы сделать спринт, вдруг на нее нахлобучить метрику на уровне деньги для компании, ну, вообще, это ощущается несправедливостью. Ну, это даже деньги про компанию, ты прямо advanced уровень зарядила такой, нахлобучить количество задач, или там story points, которые она должна впилить. Ну, это вообще, тогда мы просто уничтожаем, ну, корень человеческой мотивации. Потому что, если человеку в зубы всунуть задачу, делай ее, и у человека нет свободы выбора, он не может от нее отказаться, там на уровне мозга, как вот работает дофаминовая система, которая предвкушение удовольствия и дает возможность вообще, ну, энергию дойти до следующей задачи, получить результат, обрадоваться ему и пойти в следующую задачу, она там вообще не срабатывает. Причем достаточно, ну, немножко изменить слова. Не продукт-тоунер или менеджер всовывают, вот вам 10 задач делайте, а то, как, ну, в скраме принято продукт-тоунеру, ребята, вот у нас есть 10 задач, которые мы просмотрели, и они с точки зрения рынка, они наиболее, как бы, важные. Давайте посмотрим, вы возьмите максимально приоритетный, суть одна и та же. Вот 10 задач, они самые важные, их нужно сделать. Но от того мы всовываем людям в зубы, вы делаете обязательно, да, это идет полное отторжение, там самосаботаж, там прокрастинация, там чертов ступе. Тут же начинают люди устраивать итальянскую забастовку, ой, мы ничего не поняли, разъясните нам эти задачи. Ну, вот классическое не полетит, вот, а если вот чуть-чуть по-другому, вот не жри помидор, да, помидор как порезать вдоль или поперек, все, да, в организме разблокируется возможность дофаминной системы, организм начинает уже думать, а мне вдоль или поперек, перестает думать, я вообще хочу эту задачу или не хочу, и вообще задача становится, ну, более-менее человеческой. Ничего почти не изменилось. Те же задачи, те же приоритеты, потому что скрамы задачи не могут быть взяты не в порядке приоритета, в голове все совершенно по-другому. То есть вот я в том числе работаю на таком уровне, как раз объясняя скрам-мастерам, менеджерам, аджайл-коучам, как те практики, которые у нас, в общем-то, привычные, да, аджайльные, аджайл очень хорошо увеличивают производительность команды. Ну, тот же Сазерленд пишет от 4 до 7,5 раз увеличивается производительность команды. Кстати, менеджер классических организаций читает это буквально. Ну, то есть, иными словами, там, если ты копаешь 100 метров траншей в день, то чисто теоретически после прочтения книги Сазерленд, на которой написано «делай в два раза больше за половину времени» на обложке, правильно? Тоже копать 200 метров траншей, заполня. Ну, то есть, менеджер читает так, книжка красного цвета для менеджеров написанная. Прямо красного цвета. Вот он прям смотрит и видит свою контору, которая всем купить книжки. У нас был такой кейс, как бы, просили, можете ли вы на тренинг привезти всем книжки? Мы хотим, чтобы они прочитали. Говорю, зачем? Ну, мы считаем, что после этого они могут, как бы, понять, как нужно делать и начнут делать действительно больше. То есть... И вот тут тоже интересно, потому что то, что написано у Сазерленд в красной книжке «Сделай больше за в два раза меньшее время» — это же работа с бэклогом. Ну да. Это там просто приоритизация и разрешение не доделывать хвост проекта, который непроизводительный. Да. В этом и суть. Но еще в 2005 году, когда я вообще начала свой путь в скраме, я работала в компании, где еще Сазерленд сам лично ставил процессы. И у меня был скрам-проект, и соседний был тоже скрам-проект, причем он был полностью распределенный, fully dispensed team, а где часть работала в Петербурге, часть работала в Дальней Америке. То есть там пересечения было совсем чуть-чуть. И они потом померили. А люди были абсолютно нормальные. Ну, то есть точно так же ржали в курилках, точно так же пили кофе, то есть не выглядели абсолютными трудоголиками с красными глазами. А потом померили. И в том проекте Сазерленд показал, что относительно средней скорости производства Java кода нужного качества, ребята сделали в 4 раза больше. В 4 раза больше. Да. То есть тут, конечно, мы можем посмеяться над менеджером, который ожидает, что будет в 4 раза больше траншей, но смех смехом. И работа с бэклогом, и работа с командой, как раз и работа с пониманием результата, с возможностями среды, с постановкой задач. Это все влияет. Да, и общий контекст, собственно, у людей есть или нет. Потому что можно делать в 2 раза больше работы, если разобраться, зачем мы вообще траншеи копаем. Может, мы деревья садим, да? Тогда можно ямок копать и в 2 раза больше за полдня, правильно? В принципе, при тех же трудозатратах делать действительно больше работы. Но вот давай чуть-чуть в менеджерах поваримся, потому что это такой, как бы, я думаю, менеджер, когда досмотрел до этого, он уже понял какой-то подвох в этом выпуске. Да, какое-то коварство. Да, то есть есть здесь какая-то лажа, 100% чувствуется. Давай немножко поговорим, как бы. Менеджеры все равно ожидают каких-то KPI. Потому что какие организации начинают использовать Scrum? Классические, да? Они построены, в принципе, на KPI-based system. То есть есть показатели ключевые, по которым меряют всех вдоль и в поперек. Иногда меряют абсолютно разные показатели, никак между собой не пересекающиеся. Все идут вообще к разным целям. Что будет, если фактически в Scrum продолжать делать такие вещи? Мерить команды между собой, да? То есть где-то у менеджера должно сейчас содрогнуться. Как нельзя мерить команды? А что мне мерить? Какому мне мерить, да? Что будет происходить? К чему это классически приводит? Какие-то, видишь, паттерны, да? Когда людей начинают чуть-чуть закручивать. Люди совершенно потрясающие существа. И особенно в массе, и сильно мотивированные, они переиграют абсолютно любую метрику. Ну, классика, когда ставится Velocity как основная метрика, тут же идет инфляция Velocity, тут же вдруг выясняется, что команда делает вместо 10-20, ей все рукоплечут, ой-ой-ой, а бизнес-вэлью никакая. И тут даже в Scale Tagile Framework, которые тоже ругают за излишнюю детализированность, их основная метрика, когда мы смотрим процент преддиктабилити выполнения того, что у нас есть, когда те фичи, которые команды берут в PI-планирование, оцениваются в бизнес-вэлью с точки зрения продукт-тоунера, и мы смотрим с этой точки зрения процент выполнения с точки зрения бизнес-вэлью. И там получается, что у команд есть вполне зримый выбор, что есть задача, которая на десятку, есть на девятку, есть на четверку, и они берут сверху и тоже концентрируются на бизнес-вэлью. И вообще, когда мозг в том числе видит цель, вменяемую цель, а не KPI, то тут включается еще некоторая, ну она, конечно, не магия, потому что самоорганизация – это вообще свойство человеческого организма. Потому что, ну, посадить человека с пивом на диван, ему об этом никто не говорит, это он самоорганизовался. И люди самоорганизуются относительно той среды, которая есть. Если нам нужно, чтобы самоорганизации было меньше, мы зажимаем немножко условия, и будет самоорганизация в пределах задачи, в пределах дня, в пределах, не знаю, комнаты, в пределах той свободы, которая есть у команды, мы постепенно, постепенно, постепенно можем ее увеличивать. Но если мы берем вот команду, которая самоорганизована в каких-то пределах, и немножко зажимаем ей, ну, среду, делаем ее более, ну, четко ограничены, ну, четко определены границы, и не даем ей цель, мы получаем амебу в скороварке, и в ней нагнетается, нагнетается, нагнетается энергия, после чего она взрывается. А нам не нужна взорвавшаяся скороварка, нам нужна ракета, которая рванет к цели. Поэтому четкая цель, определение, зачем это нужно, позволяет человеку, во-первых, понять, куда он идет, его сильно не надо подталкивать. И человека, который, когда он пришел или сделал что-то полезное для пользователей, особенно получил фидбэк, там включается вещь, называемая авторизация результата. Я понял, что я сделал, я понял, что я молодец. Тут организм обрушивает на человека вал серотонина и прочих гормонов, там сильное удовольствие идет от сделанной задачи, особенно если есть внешнее подтверждение. А самое главное, что организм дает еще дофамина на следующую, на следующую, на следующую задачу, и эту команду подгонять уже не нужно. А когда ставится просто KPI, ну, ребят, честно, это получится, что команда должна идти для того, чтобы плить какого-то менеджера. Да, боже мой, кто ты такой, чтобы тебя плить? То есть тут в этом нет ценности для людей, в этом нет ценности для команды, особенно если менеджер не особо себя зарекомендовал. То есть первый же конфликт, первое же небольшое трение тут же обнуляет практически все, что ты просил сделать у команды. А цели, цели заказчиков, цели реальные, они как бы вечно и так остаются. И знаешь, в таких, мы говорим о том, что команда может хакнуть систему, да? Она не может, она хакнет. Конечно, менеджер тоже может хакнуть систему, да? И менеджер, который дослушал до этого момента, может хакнуть ее следующим образом. Ну, я поставлю им цель, но я поставлю такую цель. Знаешь, как любят, не знаю, были у тебя такие случаи, я думаю, что были, когда мы ставим цель, но ставим ее немножко выше, немножко сильнее, немножко покруче, чтобы они как бы вложились посерьезнее. То есть они ставят нереалистичные цели в надежде на то, что вот они поднапрягутся и достигнут ожидаемых результатов. Давайте поставим им немножко больше, чтобы они вот не чувствовали, что все так просто. А тут тоже подключается некоторое ограничение организма, потому что, чтобы выработался дофамин, человек должен знать, что эта задача достижима и возможна для выполнения. А вот как раз система, что давайте мы поставим огромную цель, напряжемся, достигнем и тогда отпразднуем успех, это называется большой хапок. И это начало выгорания. То есть как раз на большом хапке, в том числе для себя, не только для команды, на большом хапке появляется первая фаза выгорания, которая называется over excitement. И человек прямо вот, ну он полон гормонов, полон дофамина, полон предвкушения, как это все будет, он уже прямо ощутил, какой он, уже вставил свою самооценку, какой он, который этого достигнет, но из-за того, что цель поставлена слишком большая и не сделаны пути промежуточные, да, получается, что ему придется к этой цели ползти на зубах, костях на силе воли, и он не доползает. Сила воли закончится через два часа. Ну или статистически при начале новой жизни, новая жизнь заканчивается через три дня. Первый день прямо все на дофамине, дофамин это примерно кокаиновый амфетамин, по действию просто внутренней, прямо все на наркотиках предвкушают, какой я буду. Второй день уже предвкушает не очень, но уже это все в самооценке, и как-то сказать, что я с первого дня отказался, даже себе стрёмно. И люди еще ползут на силе воли. На третий день уже сила воли закончилась, и уже начинает, не пойду я на пробежку в пять утра, спина ломит, хвост отваливается, уже никуда не пойду. А в самооценку-то уже вставлено, уже если я от этого откажусь, кто буду я, когда этого не будет, и люди продолжают пытаться ползти на костях. Вне зависимости от того, понимая, что ничего не произойдет. Понимая, не понимая, но уже не отказаться, потому что уже когда вставлено в самооценку, отказаться от задачи, это примерно как тебя отгрызли ногу, уже без ноги, уже мое личное. И где-то через две недели начинается вторая фаза выгорания, начинается истощение, когда в голове появляется туман, когда получается, что задача выполняется сложнее, там очень сложно уже начинается концентрация, две недели, сложно начинается с концентрацией, и человек начинает понимать, что я это пообещал себе, а еще ужаснее пообещал другим, что я это сделаю, я буду крут, и тот человек понимает, что я, похоже, не торт, а я, похоже, не факт, что смогу это выполнить. И начинается фаза стыда и вины, и человек понимает, что он дольше делает задачи, иногда это выглядит как трудоголизм, человек, потому что, чтобы выполнить все задачи, задерживается на работе, а иногда это вообще выглядит, ну, не смешно, конечно, это грустно, что человек, понимая, что он практически не может сосредоточиться, он начинает суетиться. Знаете, вот менеджеры, бегающие с папочкой, да, или... Да-да-да, бурная деятельность такая. Ну да, назначаются много митингов, назначается много всего-всего-всего, то есть изображается бурная деятельность, главное, чтобы никто не понял, что со мной что-то не в порядке. Такое продолжается где-то месяца три, потом уже организм практически заканчивает все свои ресурсы, потому что человек продолжает ползти на костях, на чувстве вины, уже на негативных эмоциях, и уже организм понимает, а что же тебе так плохо-то? А плохо тебе, потому что ты много захотел. А если ты много захотел, значит, чтобы ты не полз вниз, тебе нужно закрыть цели. И человек перестает видеть цели. То есть на третьей стадии выгорания, когда к нам приходят клиенты, запрос называется «Я хочу хотеть». Я когда-то что-то хотел, когда-то передо мной ставил менеджер цели, и они что-то значили, теперь они не значат ничего. Три месяца. Менеджер поставил KPI, означая, что вот у нас будет большая цель, вот после этого через квартал он получает вообще зомби-команду, которая не хочет ничего, не особо что-то может, и ей нужно кого-то обвинить. Кого команда обвинит? Менеджера. Всех вокруг. Потому что, по сути, команда виновата не меньше, чем менеджер, потому что она разрешила себе загнаться в такие условия. Виновата система, в которой это всё происходит. Там и система, и менеджер. Но если я обвиню себя в этой ситуации, то я себе ещё бетонную плиту положу на количество энергии, которое у меня есть, и будет хуже. Поэтому заказчики-идиоты, менеджер вообще, с тем, с кем я работаю, непроходимые идиоты, всё плохо, начинается фаза, которая называется цинизмом. И вот мы, когда к врачам приходим, ожидаем, что там будет прямо врач, который будет прямо нас послушать, в них нет нашу проблему, мы встречаем квадратные стеклянные глаза, да-да-да, идите протестамол попейте. Ну, боже мой. Вот то же самое мы получим от команды. Плюс почти падает возможность коммуникации. Люди перестают говорить. Люди перестают, ну, по сути, даже здороваться. Естественно, никакой прозрачности не будет, никакой передачи информации не будет, никакого шеринга знаний не будет. У вас команда распадается на отдельных людей. На подкомандочки, да? Да даже не подкомандочки. Там, получается, индивиды, которые из последних сил на зубах и костях пытаются сделать вид, что они в порядке. Там работы вообще нет. То есть единственное, чем заняты люди, сделать вид, что они в порядке. И где-то за год люди доходят до полного истощения, фазы ненависти, отвращения к работе, к жизни и прочее. Это уже совсем, ну, это уже клиника неврозов, это уже лечат совсем-совсем врачи. Вот. А менеджер всего лишь поставил KPI с надеждой, что люди вот увидят эти KPI. Объединятся и побегут к невероятной цели. А вместо этого менеджеру, да, хорошо, он ставит эту цель, но нужно обязательно разбить её на мелкие кусочки и к ней идти, и объяснять, откуда она появилась. Потому что если он просто говорит, вот KPI я поставил, есть такая штука, называется ранговый потенциал. Это потенциально изначально врождённое количество энергии, популяционное, которое может быть у человека. И это нормальное распределение. Ага, это индивидуально. Это индивидуально, да. Но есть люди, у которых максимум рангового потенциала 50. Из 100%, да? Да, из 100%. Есть те, у кого 100. Это врождённые, это тоже свойство дофаминовой системы. То количество рецепторов в дофамину, которые есть на нейроне. Ну и степень её неубитости, скажем так. И когда он ставит KPI, он по сути ставит на кон со своего, да. Да, свой авторитет, свой ранговый потенциал, ну свой статус. А в команде, вообще-то мы работаем с командами профессионалов. Те люди, которые прошли горнила обучения в IT, те люди, которые добились и стали профессионалами, там же годы и десятилетия обучения, у нас нет низкоранговых людей. Это будет либо равный ранг, а часто ещё и ранг повыше. И начинается столкновение ранговых. «А кто ты такой, чтобы ставить мне задачи своего статуса? Да, я как бы и не хуже тебя». И вот это совсем не то, что нужно менеджеру. Ему нужно доверие, ему нужно сделать так, чтобы он не мешал, помогал, поддерживал команду, строил ту среду, где люди могут развиваться, чувствовать себя уверенно. Но не совсем не то, что ставить свой статус и свой ранговый потенциал на кон. Снесут, честно снесут. Особенно глупо. Просто снесёт сразу. Давай поговорим чуть о менеджерах. Команды выгорают, выгорают часто под давлением менеджеров. Что, если сам менеджер выгорает? У менеджера тоже есть теоретический менеджер. Да, и что будет, и как это вообще начинается, как проявляется, когда начинает выгорать менеджер? Как это начинает убивать команду? Начинает ли? Что делать? Начинает. Причём, если в команде или группе с определённым количеством энергии приходит человек с другим количеством энергии, либо выше, либо ниже. Возьмём пример выгоревшего менеджера, у которого меньшее количество энергии. Например, продукт-тоунер. В скраме продукт-тоунер. Сил нет, называется. Вот он приходит к команде. Во-первых, люди однозначно считывают количество энергии. Причём считывают рептильным мозгом, вот здесь расположены. Он не умеет разговаривать, но он однозначно знает, сколько у человека энергии. Где-то примерно лет с трёх ребёнок всегда знает, кто главный в семье. И это количество энергии считывается. И отношение примерно такое же. То есть, если человек, ходячий труп, то к нему и отношение соответствующее, понимает, что то, что он придумал, не факт, что правильное. Будет больше сомнений, будет больше вопросов, будет больше перепроверок. Естественно, человек начинает психовать, ну и отношение тоже портится. Но самое коварное, что когда к группе приходит человек с другим уровнем энергии, у нас есть зеркальные нейроны в голове. Когда мы понимаем выражение лица, когда мы чувствуем эмоции другого человека, они же отвечают за передачу энергии. А называется Energy Contigion, или энергетическое заражение. Оно начинается через 15 минут. То есть, пришёл продукт-оунер в более низком уровне энергии, через 15 минут он чуть-чуть подрастёт, а команда просядет. А команда просядет. И вообще, когда мы говорим об уровне энергии менеджера, продукт-оунера команды, то мы смотрим на тех людей, с которыми они максимальное количество времени общаются, то есть на ту среду, которая есть в компании. И человек по дефолту будет в уровне этой среды. А коварство-то в чём? Например, для той же Scrum-команды нам нужно минимальный уровень энергии, где-то 45%. Потому что тогда включается вообще понимание собственных целей, появляется логическое мышление, появляется возможность понять и отстоять свои границы. А человек становится более самостоятельным, способен на самоорганизацию. Для Scrum-мастера, лидера уровня команды, нужно уже 50-55%, где-то на 10% выше держать. И это отдельный навык. Ну, собственно, чему я и учу? Отдельному навыку, как держать уровень энергии выше, чем уровень среды. И если бы всё было так просто, Agile Coach, который работает с несколькими командами Scrum-мастерами, минимум 60%. Потому что на 60% включается ещё одна способность мозга понимать, что не все люди одинаковые, не все компании люди одинаковые, и что не всё надо менять. И тогда, если этого нету, если ниже, начинается, что иногда мы встречаем в консультантах. У человека есть в голове какая-то его любимая вещь? Начинается, всем Scrum. Дулить одно и то же, забивать молоток у тебя в руках, везде гвозди. Да, везде гвозди. Всем Scrum, всем Kanban, всем Less, всем Safe. То есть человек начинает делать людей таких же, как у него в голове. Точно так же, как стилист, у которого меньше 60%, он начинает одевать людей, и они становятся все похожими на него. И прямо видно, как это всё происходит. То есть человек, получается, он стилизует, как стилист для компаний, под то, как он видит себя, как он всё есть. Это 60% и ниже нельзя. А продукт-тоунеры, те, кто должны собирать большое количество разрозненных вещей, определять их ценность, а ценность – это качество работы префронтальной коры, которая первая выдыхается и первая теряется. А потом ещё умение составлять разные идеи, инсайты. Если опять же, мозг выдыхается или он тревожен, или он нервозен, или он в выгорании, это тоже пропадает, ему нужно собирать эти все идеи. Для продукт-тоунера 65-75%. Это тот уровень, который нужен для предпринимателей. А продукт-тоунер, который ниже команды, если команда 45, это 40, это в лучшем случае мы получаем неплохого администратора проекта, не больше. И с продукт-тоунерами… Такой «принеси-подай» уровень. Да, «подай-принеси». Но при этом продукт-тоунер, он же приходит к стейкхолдерам. Ему нужно на ровнее с ними разговаривать. А стейкхолдеры, а топ-менеджмент это опять 60% и выше. То есть тут получается, что и когда мы собираемся, например, становиться из скром-мастера agile-коуча, мы не только находим новые знания, но и умение держать уровень своей энергии выше, ну там, на 5-10%. Если мы считаем, что мы можем быть продукт-тоунерами, хотя у них тоже есть несколько слоев, это тоже не только знание, это и умение общаться с людьми на том уровне, на котором есть, и умение, самое главное, держать тот уровень выше команды еще кого-то. Примерно так получается. Да, я, кстати, вот сейчас подумал, большинство продукт-тоунеров, у которых энергия действительно ниже, чем команды, они превращаются в таких, кто ходит к стейкхолдерам, стейкхолдеры рассказывают ему, что делать, на перебой. И рассказывают, указывают, указывают, что делают. На перебой причем, да, и он прибегает к своим командам, говорит, сейчас делаем эту задачу, через 2 дня мы делаем эту задачу, потом мы делаем эту задачу, и никакой цели, никакой общности, ничего нету, происходит полный месс. Полный месс, на котором, мало того, что продукт-оунер сам выигравший, он на этом мессе, на отсутствие понятной цели, на небезопасной среде, на слишком хаотической среде, для мозга вообще симпл-среда самое хорошее. Ну да, напрягаться не надо. Нет, не то, что напрягаться не надо, а то, что не нужно постоянно сканировать среду, потому что в этой среде нет шансов, что зашевелится куст, и оттуда вылезет тигр. И можно, наконец-то, сосредоточиться на своей работе. То есть, если мы локально делаем хоть какую-то симпл-среду, ровно как скрам, который делает из комплекса комплекса в среду, хотя бы на время спринта, то то же самое. Если мы можем сделать хоть немножко более простую, немножко более предсказуемую хотя бы на спринт, хотя бы на день, хотя бы на процесс, хотя бы на процесс общения с продукт-онером, хотя бы на процесс постановки задач, мозгу уже лучше. Он не будет сканировать пространство как небезопасное, и уже получается, что он хоть может на работе сконцентрироваться, хоть еще пару строчек кода написать. Ты рассказываешь про этот уровень заряда, говоришь 40-45%, там команда должна включаться. Вот что такое 10%, 15-20%, если можем пройтись по уровням, интересно понять, с чего все начинается, что такое у человека 10% энергии, это он лежит и не встает, или только ест хлебушек какой-то. ест хлебушек. Вообще, когда говорят про количество энергии, про нее сейчас много говорят, и даже, например, Пьер Касс, это профессор, по-моему, голландский, он профессор Сколкова, очень уважаемый человек, он говорит о vitality quotent, о количестве энергии, о главном качестве лидера. Он говорит о том, что он есть врожденный, и есть, какой у вас есть сейчас, но он говорит примерно из серии, что много энергии хорошо, мало, плохо. И вот двое человек, один психиатр, вторая психолог и социолог, они попробовали это оцифровать и попробовали определить не для каждого человека, вот я на своем максимуме, на своем минимуме, а сделать это популяционно, чтобы мы могли сравнивать людей. У этого 60, у этого 40, ну, собственно, как я сейчас рассказывала в «Паскам мастеров». И ноль – это кома. То есть мозг работает, а все остальное нет. 5% – начинается глотание, переваривание. 10% – человек может встать с кровати уже, ну, вроде как перемещаться по квартире. 15% – он может приготовить еду, выбрать одежду, ну, минуту 15 работает, но в основном руками. И руками, ага. Да. Дальше где-то, получается, 20-25% человек может доехать до работы по известному маршруту, работать только по известным правилам и начать работать, закончить по току внешнему сигналу. То есть человеку еще не хватает энергии, не хватает мозга, чтобы вообще понять, что надо начать от забора до обеда. Это вот… Это про вот этот… Да, это конвейер. И конвейер, на самом деле, и сделан как раз для того, чтобы на нем могли работать люди с таким количеством энергии, потому что там, где-то в 1700 году, после чумы, а получилось, что люди вообще никакие дохлые, спасибо, что есть. И они получились самым слабым и самым непроизводительным звеном около станка. И как раз вот станки и конвейерное производство сделано для тех людей, которые могли на них работать. И так и осталось. Конвейерное производство так и есть. И вот получается, что где-то вот 20-25% это тот конвейер, который можно сделать. на 30-ти процентах человек уже может более-менее оценить, что он делает, уже сам начать и закончить. У этого человека нет еще игры и нет абстрактного мышления, но это уже вполне себе работник. Хотя в 35% появляется возможность уже более-менее понять, что происходит, самому выбирать и назначать себе работу и начинается возможность получения энергии от результата. На 40% появляется возможность, вообще появляется сила воли, появляется возможность отложить что-то ради будущего результата и заметь ниже ее вообще нет. То есть, вот что я захотел, я сделаю сразу. Если что решил, то выпью обязательно. На 40% человек может разделить границы между собой и другими и в принципе может быть руководителем-администратором. 45%, как мы говорили, возможность самоорганизации 50%, возможность лидерства на уровне команды, 60%, возможность понять, что люди другие, не надо их калечить, уровень психологов, коучей, agile коучей, 65-70%, возможность создавать свои идеи, разговаривать на равных с топ-менеджментом и руководить большим количеством людей, оперировать большими абстрактными группами. 80-100% это у человека идеи уровня мир, их реализация и 80 или 100 отличается в основном тем, что 80 это мы человека знаем сейчас, но возможно через 10 лет забудем. А те, кто 100, мы их помним в веках. В веках и тысячелетиях македонские, Суньзы, Гиппократ, Тамерлан, вот те люди, которых мы до сих пор помним, возможно, мать Тереза, точно Гитлер, Ленин, неважно позитивные или негативные, но мы этих людей помним в веках и это похоже сотня. Дальше нет, верхние идут большими мазками, нижние, и это опять же нормальное распределение, то есть большинство где-то 50, посрединочка, и это очень немало, потому что самый ужас в том, что та среда, в которой мы живем, и причем и мы, Россия, Европа и Америка, практически весь мир восток не трогали, не смотрели. Среднее количество энергии в среде, то есть, куда нас роняет среда, 33%. До скрам-команды нам осталось 12%. А среда, причем, тоже получается, что вот там человек у него low performance, давайте его уволим, возьмем свеженького с улицы. С улицы, со среды. Мы увольняем человека процентов на 40, и берем со среды 30% с отсутствием знаний, если ему нужно будет вливаться в среду совсем, не возьмете вы со среды такого человека дешевле, эффективнее сохранять своих, даже если они немножко поползли вниз. Возможно ли подзаряжать батарейку, повышать уровень? Да. Можно ли движение вперед или назад? Или это баланс, в котором человек от природы болтается? То есть, ты не можешь стать... Могу ли я стать известным в века, иными словами? Или я могу быть только на каком-то уровне? Что является? Ну вообще, по сути вопроса и по блеску глаз, могу ли я стать известным в веках, как бы шотка у тебя есть. Она нередко. И на самом деле, людям, которым вообще в голову пришло стать agile coach'ем и менять организации, низкоранговых здесь нет вообще. По ранговому потенциалу. Но нужно разделять, что есть ранговый потенциал, который более-менее стабилен. Его можно угробить. И самое коварное, что ранговый потенциал гробится выгоранием. Один раз упал низко, там до четвертой стадии выгорания, это процентов до 15. Потом восстанавливаешься, не восстановишься никогда. Потерешься, это процентов 5. Было 70, будет 65. Было 100, станет 95. Потому что организму страшно. Включается страх, включается кортизол, что когда ты в прошлый раз пытался прыгнуть за этой грушей, не получилось. Во-первых, не получилось, во-вторых, ты сорвался, упал, больно ударился, и больше ты с такой высокой грушей не прыгнешь, просто не даст. Но есть, это более-менее константа, но есть переменная, это только витальность, то количество энергии, которое есть сейчас. И по сути, мы этой витальностью все время пытаемся допрыгнуть до реализации рангового потенциала. Чем больше разница, тем менее человеку комфортно вообще жить. И как раз это одна из причин выгорания молодых, что у них и энергии, и ранговый потенциал высокий, а возможностей еще мало. И вот на разнице, что я могу и что я хочу, ребята, ну, либо начинают большие хапки, ну, либо просто расстраиваются, решают, что им никогда ничего не дано. И как раз вот этой вот витальностью мы можем управлять. Без дополнительных знаний люди в основном умеют управлять вниз, но в том числе и практики осознанности, и медитации, и йоги, и спорт, и отдых, и попить кофе, поболтать с друзьями, и выпить бутылочку. Это все те способы, которые люди набирают. Люди разные, да? И все набирают какие-то вот стратегии, называется стратегия белки, да, которая много делает запасов в разных местах. Так, чтобы вот если я задолбался прямо здесь и сейчас, сейчас запас едет. Да, был запас. Был Женя, которому я могу набрать и весело поржать 15 минут, позвонить, и мне немножко восстановится. Есть ларек, где я могу купить пиво, выпить немножко остановить. Есть любимая кофейня, где я могу посидеть, меня никто не будет трогать. Есть любимый телефон, который я могу выключить на полчаса, да, и посмотреть там на небо, звезды, луну, солнце, что угодно. Вот, то есть у каждой набирают какие-то стратегии. Но если это не отслеживать, к сожалению, люди, когда немножко теряют энергию и в этом остаются, то получается, что люди забывают, как они себя чувствовали раньше, и кажется, ну, окей. Потом еще чуть-чуть ниже, ну, вроде окей, я живой, да, еще чуть-чуть ниже, и люди не понимают, что они спускают, спускают количество энергии постепенно, и им кажется, что так оно всегда и было, потому что организм не помнит физические удовольствия или боли, мы так все устроены. Иначе просто кошмар был у нас, мы помнили и могли воспроизвести все ранки, все травмы, все что угодно. Ну, и удовольствие тоже, конечно, неплохо, но на этом крысы как раз и умирали. Когда им дофамин нашли, они нажимали, нажимали, нажимали на кнопку, и причем удовольствием-то насытиться можно, а предвкушением удовольствия нет, потому что удовольствия-то нет. Причем хочу, хочу, еще чуть-чуть, вот еще чуть-чуть, и они умирали вообще от голода и жажды, потому что все время хотели, хотели, хотели. И люди точно так же начнут нажимать. Это нормальный механизм, что этого нет, но, к сожалению, из-за этого мы постепенное снижение энергии не чувствуем. И вот когда специально... То есть себя словить сложно, да? Сложно. То есть, чтобы пошла деградация, ты не можешь понять буквально, вот как, это можно как-то, не знаю, какими-то внешними факторами, то есть, не знаю, там, записями, ну, то есть по каким-то факторам определить, что ты валишься вниз. Во-первых, есть приложуха. Во-первых, есть приложение. Называется Уэлтори. Уэлтори. Да, Уэлтори. Мы напишем в комментариях к видео. Да, это приложение, сделано в Новосибирске. Я только что ездила на конференции в Новосибирске, я упоминала там все так, а-а-а, подмаши. Вот, они сейчас рвут весь мир, то есть там фичат в Apple Store, черта в ступе. Они сделали простую, но совершенно гениальную вещь, что есть такая вещь, как промежуток между сердечными сокращениями. И он всегда разный. То есть всегда между двумя сокращениями не может быть одинакового промежутка. Вернее, если он есть, то ты примерно труп. Чем больше стресс, тем более одинаковые промежутки. Чем они больше разные, тем больше гибкость, приспособляемость к среде, но по сути, тем больше энергии. И они сделали простую вещь, они с помощью камеры и вспышки смогли в пальцы это просвечивать. А методика там используется и у космонавта. Я у космонавта спрашивала, говорит, да, используется. Если слишком высокий стресс, надо просто отстранять от работы, чтобы мы там что-нибудь не напортачили. В спорте используется. Они просто это ввели в смартфон, а там искусственный интеллект, его надо потренировать немножко. Но самое главное, он дает тебе понимание, сколько у тебя энергии в рамках твоего рангового потенциала. То есть не у всех сотни, может быть, 50% от 70%, и тогда это другая цифра. И самое главное, он дает возможность ставить теги. И ты можешь померить, сколько у тебя энергии до выступления, после выступления, сколько до перелета, после лета, сколько до медитации, после медитации. Я попробовала. Я замерила количество энергии, количество стресса. 20 минут guided meditation, на дыхание, как бы все почти по науке, замерила, плюс 11% стресса. То есть медитация подходит не всем. Не всем. Да, есть люди, есть некоторые психические состояния, когда, это обычно у сильно тревожных людей, которых, если оставить их наедине с мыслями, то мысли начинают копошиться еще больше. Мысли копошиться, все, они еще негативные собаки, они все уходят вниз. Это вот один способ померить, простой, дешевый, как бы. Есть еще один способ померить, ну, в основном, насколько человек стрессоустойчив, измеряется, через сколько времени ты восстанавливаешься после стресса. Тоже это можно посмотреть по лотере, когда ты вернешься. Либо можно посмотреть, сколько времени ты можешь концентрировать внимание. то есть ты пытаешься что-то читать, а потом тебя изнутри что-то выбивает. И ты сам не понимаешь, как ты открыл холодильник, уже что-то сожрал. Что-то ешь, да? И уже что-то ешь, боже мой, где я? Да, если вот замерить, сколько времени вот этого проходит, и сколько времени тебе нужно, чтобы опять можешь концентрировать внимание, так и получается. Ну и есть знаменитая техника помидора, 25 минут работаем, 5 отдыхаем. Это для очень здоровых людей, честно. То есть вот когда состояние не очень хорошее, бывает, что ты 10 минут можешь концентрироваться, а до следующих 10 минут ты минут 40 еще отдыхаешь. Отдыхаешь, да. Потом еще 10 минут еще. Но когда ты понимаешь, что ты нормально отдыхаешь, через некоторое время у тебя будет 15 минут, потом полчаса отдыха, 15 минут, полчаса отдыха, 20 минут, полчаса отдыха, 20 минут, полчаса отдыха. И, наконец, приходишь примерно к помидоре. Если прямо сейчас ты не можешь выдержать помидора, то это не полное ничтожество, а это реально для серьезно здоровых людей с хорошим уровнем энергии очень действенная техника. Но, может быть, другие промежутки тоже нужно смотреть. И вот замер этих разных промежутков и их прогресс тоже хорошая метрика, насколько у тебя энергии. Спасибо, Аня. Давай такой заключительный топик. Что делать с выгоревшей командой? Вот представим, что ты пришла в команду, всунула им градусник. О, друзья, все плохо. Какие советы? Что делать с выгоранием команд, людей в командах? Какие-то практические советы? Ну, во-первых, я им не градусник ставлю. Потому что метод, который позволяет оценить степень выгорания команды, и, ну, особо я об этом не говорю, скажем так, называется Абгар. Абгар-тест. Такой же, как меряют неврожденных. То есть я им козу покажу и примерно вставлю соску. Вот. Ну, то есть возможности оценить по там пяти параметрам по определенной шкале, ну, от одного до десяти, точно так же, как и Абгар, насколько команда вот выгоревшая получается. А дальше мы работаем с ней. То есть это какие-то специальные вопросы? Да. Ну, там примерно насколько человек выглядит уставшим, есть ли у него проблемы с производительностью, есть ли у него проблемы с контролем эмоций, как он реагирует на новые, потому что уставший человек реагирует всегда нет. Всегда нет. А, и пятое, не помню. Вот. В таком виде получается, как раз меряем и смотрим, что получилось. А дальше у нас есть шесть вещей, с помощью которых мы поднимаем, ну, энергию команды, выводим ее с выгорания. То есть я собрал это во фреймворк, agile кучу мы или нет. Но он не квадратный, он круглый. Это нормально, либо круговая диаграмма, либо четыре области. Ты меня расстраиваешь. Ну, в общем, до четырех областей не сделала, что у меня шесть получается. И мы работаем с внешней и внутренней средой. Внешняя среда – это то, что творится вокруг процесса. Ну, и простейшие вещи, чтобы взять поближе, нужно положить поближе. Ну, то есть там уровень логики примерно такой. Используем value stream mapping, workflow mapping, для того, чтобы определить, где в процессе идут вещи. Ну, то, что довольно много коучей делает, в принципе, и так. Потом мы забираемся во внутреннюю среду, это то, что творится внутри черепа. Как раз определяем количество энергии, смотрим основные вещи, почему эта энергия уходит, и дальше работаем уже внутри головы с базовой мотивацией и с базовой работой энергии. И для этого нам нужно, чтобы было намерение, чтобы была цель и авторизация результата. Этому надо учить. Этому где-то в 50-х годах вообще людей перестали учить. Изначально это делали учителя начальных классов, и люди становятся энергичными, самостоятельными, умеющие достигать цели. Такие люди были не нужны. Такие люди в конвейерном производстве не нужны. Ну да, не нужно думать головой, как бы основная цель конвейера. Делай, как Форд говорил даже, что всегда, когда мне нужна пара рук, она идет с головой. Ну, примерно так, да. Которых с головой оставалось, их нужно совершенно немного. А если получаем общую массу людей, слишком умных, умеющих сопоставлять факты, умеющих получать свой результат, получать энергию на это, ими невозможно управлять. Ну или очень сложно управлять. Они высокопроизводительные, они самостоятельные, они самоорганизованные, но управлять ими невозможно. И мы, получается, восстанавливаем этот навык авторизации результата, понимание, что я сделал, это сделал я. Вот тут тоже есть разница, потому что в Аджайле это сделали мы. Но это окситоцин, это мы вместе, это меня защитят, но там нет, это сделал я. Нет серотонина, нет дофамина. Нужно понимать и что сделал я, и что сделали мы. То есть тут разные вещи получаются. Оставляем только мы, получаем очень дружную, но очень вялую команду. Очень вялую команду, да. Вот. А потом мы работаем с эмоциональным тоном. Как раз мы работаем с доверием, и тут тоже появляется небольшая магия. Потому что если я понимаю, что сделал я, то это классно, я получил энергию, но только с себя. А окситоцин – это тот гормон, который вырабатывается у матерей, когда они рожают ребёнка, там его прямо море. И большинство матерей успехи ребёнка воспринимает как свои успехи. Если есть доверие в команде, если есть безопасная среда, не зря Гугл в своём Аристотеле безопасную среду сделал, там получается, что мы радуемся за успехи других членов команды, так же, как за свои. И получаем и серотонин, и дофаминное достижение цели, не то, как окситоцин, чтобы мы вместе. И получается, что энергии мы получаем в 6-7 раз больше, чем если бы я это делал сам. И это как раз вот там мультипликация энергии. Ощущение зарядки от окружения. И от окружения, и вообще мультипликация, вот эти вот, 1 плюс 1 равно 3. Оно вот в команде, где есть доверие, идёт именно оттуда. Это второй компонент. А третий, я уже говорила, свобода выбора, чтобы вообще эти вещи смогли сработать. И самое центральное, самое главное, что нужно, что мы все уникальны. И сейчас мы, в общем, живём, вот тот подход к производительности, который сейчас есть, сейчас буду пугать, называется постмеркантилистский субъектный подход. Это тогда, когда мы относимся к человеку, как к человеку, как к уникальной снежинке, каждый прекрасный, каждого есть свои сильные и слабые стороны, каждого есть свои мотиваторы и вещи, как он работает или живёт лучше. И мы, в общем, с уважением к этому относимся. И как раз обязательно, когда мы работаем с производительностью команды, у меня довольно много простых тестов на разные типы нервной системы, на разные типы лидерства и работы, которые делает лидер. Потому что, когда рассинхронизирована работа, человек получается всё время работает своей слабой стороной, но выдыхается он намного быстрее, и интереса к работе, ну честно, никакого. И рассинхрона много, то есть по статистике, которые я вот по тренингам вижу, процентов 50 работает не на тех работах, или тянет за собой тот тип работы, который к нему не подходит, который хорошо бы делегировать тому человеку, который с удовольствием её возьмёт, который будет в нём прекрасен. То есть и таких тестов довольно много, то есть мы вот за двух-трёхдневный тренинг успеваем почти до 10 тестов сделать, чтобы понимать себя, среду, людей, команду, и иногда они прямо конфликтные. Когда мы говорим про линейный и про рывковый тип производительности, для линейного задачи, чем чётче поставлена, распределена на кусочки и чётко поставлен дендлайн, тем лучше людям работать. Если мы так поставим задачу рывковым, ну честно нас пошлют, потому что основная, вот как ставится задача рывковому типу производительности, она ставится в понятии проблемы, и потом человек оставляют в покое, потому что ему нужно, чтобы его дефолт-нетворк и это всё переработало, вставило всю идею, всё решение проблемы собрало в голове, и отвлекать его не надо. И промежуточные вещи тоже не надо особо проверять. И потом он за 15 минут этот результат выдаёт, уже готовым, потому что это нужно просто выплеснуть на бумагу, в код ещё где-то. И если для линейных мы можем это всё разрезать на кусочки, то рывковых мы пытаемся научить сделать этот рывок покороче, предсказуемее, там он где-то в полтора часа укладывается вполне. То есть загрузка головы, работа дефолт-нетворк и уже выгрузка из головы в полтора часа прям нормально вкладывается. Но когда у меня было такое, что в одной компании, по-моему, поддержка и аналитика все оказались линейные, всё, IT оказалось рывковое. Рывковое. Я у них флипчарты выдирал. Они начали, а вот вы, а вот вы, а вот вы. И это реальный застарелый конфликт, что люди совершенно по-разному понимают, нужно ставить задачи, ставить задачи так, как им кажется, будет прямо лучше для всех, а для них-то нет. И вот на этом непонимании, конфликты, потери энергии, да, боже мой, какая производительность, если у нас всё руководство поругалось, тогда никаких задач нормальных не будет. Вот это обязательно тоже смотрим. Вот получается раз, два, три, четыре, пять, шесть компонентов. Компонентов. Да, вот из их есть. И как раз там есть свои техники, как это всё делается. Собственно, с этим и работают. Спасибо большое, Аня. Спасибо. Честно, для меня это был один из самых интересных разговоров ever. Ой, классно. Миллион новой информации, надеюсь, вам тоже понравилось. Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, френдите Аню в фейсбуке, мы вышлем вам её страничку, подписывайтесь на неё. Думаю, вы узнаете ещё очень много полезного, у неё регулярно выходят офигенные статьи, связанные с мотивацией команд. Я, честно говоря, читаю в захлёб. Так это вот как раз куски тренинга. По чуть-чуть разложенные. Да, по чуть-чуть разложенные. И даже вот получается прикольно, потому что если я часть информации не успеваю дать, мне там кто-то, о, у меня есть статья в форекс. Почитайте. Почитайте, там написано. Да, и пальцы покидать, ну и дать информацию, потому что там вполне в меня ему написано многое. Спасибо тебе, Ань. Ой. Да. Классно. Спасибо, и пиво вкусное. Да, и пиво хорошее. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok